Садитесь, пожалуйста. Вопрос первый. Вы конфликты будете рассматривать в неподвижности или в движении? Старочеконфликтологи. Или замороженный будет конфликт? Так, значит, конфликт замороженный. Это же не замороженное. Размороженное будет. Ну, раз в движении, значит, нам нужно рассмотреть формы этого движения, правда? Поэтому мы начинаем с вами рассматривать формы движения материи. Вот, мы рассматривали уровни организации материи, да? Ну, и, соответственно, на этих уровнях материи соответствующие уровни движутся. Это мы собой-собой предполагали. Но специально этот вопрос не изучали. А какая наука изучает движение? Кинетик. Механика, это механическое движение. А вообще движение всеобщее. Наука о движении материи. Это изучает диалектика. А самое главное произведение, диалектическое, это наука логики Гегеля. И как про него писал Фридрих Энгельс, что вот было бы ненужной работой изучать, пытаться изучать диалектику по Канту. Потому что компендией диалектики дан в науке логики Гегеля. Кто такой компендией кто-нибудь, можно сказать? Прямой путь. Да, прямой путь. Кратчайший путь – прямая дорога. Поэтому, кто желает пойти прямой дорогой, открывает науку логики. Это даже будет применчиво моей лекции. Мои лекции не заменяют, естественно, науки логики Гегеля. Я на них буду опираться, на эту книгу. И они вам помогут в изучении. А изучать науку логики и диалектику надо самостоятельно. Кто, кто хочет продвинуться в науке далеко-далеко, ну вот должен понимать, что есть разные движения. Ползком идти, на четвереньках, на самокате, на машине, на самолете, на ракете. Вот кто, кто хочет продвинуться в науке, тот, конечно, должен понимать, что изучение науки логики Гегеля, несмотря на трудности, которые это каждому доставляет, это самый мощный способ развить свой мозг, свою подготовку во всех вопросах, поскольку речь идет о какой науке, о науке, о всеобщем. Мы же изучаем философию, философию, наука, о всеобщих законах природы, общества и мышления. Чтобы вы не только в этой области были специалисты, а как бы в деталях нет, а в главном, да, во всех областях. И это очень важно. Ну, в соответствии с тем, как построена наука логики Гегеля, начинать будем со сложного или с простого? С простого. С простого. Знаете, что такое простое, нет? То, что составляет сложное. А сложное что такое? То, что состоит из простого. Да. Сложное – это сложное. Вот вы сразу поменяли слово на «состоит», а зачем? Сложное сказано, сложное, сложное, сложное. Даже ничего, чтобы ничего не надо было вот отдельно еще думать об этом. Сложное из простых, сложное. Начнем. А поскольку мы еще не изучали движение специально, начнем не просто с простого, а с самого простого. Потому что абсолютно простое есть что-нибудь? Ну, вроде как и нету в жизни, да? Есть что-то более простое. Ну, а вот категория есть самая простая. Какая самая простая категория? Самая простая категория диалектики – это чистое бытие. Что значит чистое бытие? Вот что я знаю о том, о чем я? Ничего. Еще пока не знаю. Вроде бы ничего. Что оно есть? Что оно есть? Вот это нам надо запомнить, потому что у вас зачет же будет. Как сдавать зачет? Допустим, приходите вы ко мне на зачет. И я вот спрашиваю, что вы знаете об этом, тра-та-та-та-та-та-та-та, чего вы не знаете? А что вы должны ответить мне? Вы готовы к зачету? Ну что, что? У даже этих пионеров там юных было всегда готовы, а вы что? Что молчите? Всегда готов, да. Ну, так пожалуйста, отвечайте. Я ничего не знаю. Ну вот, два. Кроме того, что оно есть. Зачем кроме того? То есть, что вы выпячиваете? Не то, что вы знаете, а что я ничего не знаю, кроме того, что не есть. На первый план, что вы ничего не знаете. Ничего не знаете, уходите из зачета. Так, еще есть другие ответы? Знаю, что я ничего не знаю. Тоже уходите, так. А? Вот, спасибо, зачет. Так, еще есть желающие сдать зачет? Есть. Вот, учитесь, учитесь. Вот. Ваше место на первой партии законное. Ваше так условное. Хорошо, подвинется. Наука о движении, вот как раз, да? Главное, там всякие подробности, наука о движении. Вот что я знаю об этом? Вот меня спросите о том, что я ничего не знаю. Я не буду так, как увиливать, как некоторые товарищи, или там скромничать. Спросите меня точно о чем-нибудь, не знаю. Спросите. Думаете, что я все знаю? Откуда я могу все знать? У меня там специальности, ну, сколько у меня, вот. Кандидат экономических наук, доктор философских, две. Историческая у меня есть специальность по диплом политологии. Ну, и профессор по кафе экономики и права, пять. Ну, значит, вы меня по химии спросите, и я посыпался. Давайте про маркетинг что-нибудь. О, про маркетинг, это по экономике, это вообще ерунда. Давайте что-нибудь того, что я не знаю. А вы меня спрашиваете то, что я знаю. Мы тоже химию не знаем. А? Мы тоже химию не знаем. Ну, вот, не надо прибедняться. Ну, студенты должны себя поставить, а вы как-то все вредите. Ну, что это такое вообще? Ну, хорошо, а как мое отчество? Этого вы точно не знаете. Что значит не знаю? Как это я не знаю? Я не знаю. Я не знаю. Нет, что вы? Я не сферу. Вот только вы сформулируйте так, чтобы мне было понятно. Что я знаю о вашем обществе? Вот скажите. Что вы знаете о моем обществе? Я знаю, что у вас отчество есть. Вы правы. Все, у вас вопросы есть еще? Нет. Если будете еще спрашивать, я скажу, это что, допрос? Один вопрос можно. Мы договаривались как? Вот вы, студентка, если пришли на зачет ко мне, я раз, второй вопрос. Вы говорите, Михаил Иванович, вы же обещали зачет. А это что? Это что, спрашиваете, спрашиваете. Мы же договаривались один вопрос. Все. Поэтому человек этим овладевший, понявший, что такое, самая простая категория. Думаете, я про вас ничего не знаю? Я уже про вас знаю, что вы есть. Это мало, что ли? Это мало, что вы есть? Или это не важно, вы есть или нет? Для вас не важно? Важно. Важно. То есть важно я много знаю про вас? Очень много. А деньги у вас есть? Нет, это не важно вам. Если не важно, отдайте, пожалуйста, денежки мне. Потому что тут есть люди, найдутся, кому мы это. Важно или нет? Папа, мама есть, это важно? Ну, вроде такое. Так, переговорите с папой, с мамой. Степан Степанович, это не вырезайте, мы покажем родителям. Пусть они поработают с ним. Не важно ему, понимаете? Родители ему не важны. Этот выпад не пройдет. Так, сначала с родителей начинают, потом на преподавателей, потом страна уже, неважно какая. Да, да, да. То есть вопрос о бытии очень важный. Очень важный. Вот. О каком бытии мы можем говорить в начале? Мы же в начале, мы же самую простую категорию взяли. Значит, это не какое-то бытие, там, небытие стола, небытие ваших родителей, небытие вашего отчества, небытие вашей тетрадки, ручки. Небытие, никакое конкретное бытие, а бытие вообще. А как называется бытие вообще? Чистое бытие. Вот чистое бытие. Первая категория чистого бытия. Поэтому таких людей, которые ничего не знают, не может быть. Сколько вообще сидят, студенты, второй семестр, я ничего не знаю. Уж чистое бытие это все знают. Вот и все. Вы скажете, да, я знаю. А потом спросите, разве есть какие люди, которые все знают. Таких ведь нету. Поэтому если вы знаете чистое бытие, то достаточно для того, чтобы чувствовать себя уже почти ученым. Правда? Да. Причем такой серьезный аудиторий. Вот они, вот начнете с ними там спорить, они же не знают про чистое бытие другие. Они посыпятся. А раз они еще не знают самые первые, дальше не надо и разговаривать с такими людьми. Чего с ними спорить. Давайте начнем с простого. Правда? С простого. А они простого не знают. Если вы простого не знаете, вообще ничего не знаете. Какие разговоры? Так. Чистое бытие. Вот теперь, что надо делать, если мы уже эту одну категорию знаем? Что надо делать? Вывести из нее вторую. Что? Вывести из нее вторую. Что значит вывести? Вы будете выводить. Что вы такая вообще? Выводить. Выводить. Обдумывать надо. А там это выяснится, будет она. К чему это приведет ваше обдумывание? А вы прямо уже задачу поставили. А может не выводится. Давайте обдумаем чистое бытие. Вот я вам простое предлагаю, делаю такое предложение. Пообдумать чистое бытие. Нормально, да? У вас голова есть? Есть люди без головы? Тут нету. Значит, предлагается обдумать чистое бытие. И поделиться с товарищами результатами своего обдумывания. А поскольку вы тут уже знаете, что-то там выявить, выводить, то вот, пожалуйста, ну и что вы скажете после обдумывания, что вы можете сказать? Ну, если есть бытие, то есть и небытие. Скажи, вы такое все это? А я скажу, если есть бытие, то и нет небытия. Что это вы такое? Вы собирались выводить, а взяли и еще что-то. Ну, если есть черное, то оталп situated. Да ничего подобного. Если есть черное, то вещи серо-буромалиновые. Что вы такое какие-то вещи? Не надо. Вы изучаете. Вы же собирались выводить. Значит, вы должны брать чистое бытие и из него должно выходить. Вам только отражать надо своей головой А вы придумываете всякие штуки Мало ли чего вы еще напридумываете Вы расскажите результат вашего обдумывания Чистого бытия А в чем вы притащили Вот это возьму, вот это возьму Не трогайте вы ничего Вот изучайте чистое бытие И чтобы у вас это изучение Чистого бытия привело вас Если оно приведет, как вы пообещали Что это выведется Оно что, вот тащить будете Или оно выводится само, если обдумываешь По идее, это как? Одна из одной категории выходит Другая, а у вас что? А вы притаскиваете, возьму вот это Уже и цвета пошли Ну что вы Вот вы изучали Я вам трудную задачу дал изучить чистое бытие Ну проще нету в жизни задачи Нету в жизни На земле нигде нету проще задачи Изучать чистое Почему? Потому что это самая простая категория Философии, нету проще Вот вам ее даю А вы что? Какой результат? И ответ у вас должен быть быстрый и точный Но оно есть Ну, и еще чего? А еще мысли какие? Его не может не быть Что? Не может не быть, если оно есть Ну это и понятно, что не может не быть, раз оно А почему это такое вывод, что не может не быть? Ну если оно есть Ну это будет Понимаете, мы категорию возможностей с вами не изучали Это очень сложно Это не для меня Это вы такая продвинутая Возможно, может быть, может не быть Я даже затрудняюсь вот что сказать Вы расскажите нам про чистый и бытий Вот оно есть, да Вы сказали Так, ну это уже слышал Еще что? Что вы еще можете сказать? Прямо говорите, что про это А вы опять Что-то такое Про возможности какие-то А это что, допрос? Да, это допрос уже пошел Сейчас придут уже люди с дубинками Это же не зачет Это у нас идет лекция А лекция, знаете, в чем состоит? А в том, чтобы я ничего не говорю А вас спрашиваю Вы, конечно, можете сказать Вы, лектор, вы отвечаете Но вы как-то еще на это не пошли На конфликт Так Ну что, не скажете, да? Она не хочет, чтобы я ее допрашивал Придется другого спрашивать Но вы уже говорили про чистое ничто Если есть чистое бытие То, что мы говорили Вы притягиваете нас туда Еще не хватало к этому простому Мы еще говорили Это целую компанию Вот людей туда приделать К этому и самой категории чистого бытия Это не чрезмерно Давайте про чистое бытие Хорошо, если Нет проблем Если мы говорим, что оно есть То мы отрицаем, что его нет Ну что вы всегда мы вот это Мы про нас, что ли, хотите рассказать? Да не надо про нас Давайте мы как-то скромнее Не будем мы про нас говорить То есть вы как бы со мной в компании И поэтому мне уже вам ни зачет Уже не поставить Я понял вас Замысел хороший Дескать, мы Мы все И так далее Я спросил про чистое бытие А вы про мы Скажите нам правду Матку про чистое бытие Вы быстро переходите Из человека на человек Что? Я не успел обдумывать А что там обдумывать? Ну что там обдумывать? Он не успел обдумывать Ну что? Мы пока ничего о нем не знаем Кроме того, что оно есть Если вы не знаете, у вас слабый ум Вы не знаете Вы смотрите Ну так Ну мы не знаем То есть вы жалуетесь Какое? Они ничего не знаем Мы студенты Санкт-Петербургского государства А что вы такое? А что это? Ну что это? Нищий вы я Духовный нищий Я ничего не знаю Вы даже ничего не знаете А самой простой категории А других категорий Как ты ничего не знаешь Сказал, что я знаю, что она есть Я уже что-то знаю Ну а еще что? Ну и все, хватит Нет, не хватит Потому что вы Не продвинулись ни на шаг Вот вы то, что первое знали Так с этим и остались То есть если это первая категория Это хорошо А если это и последняя для вас Это очень плохо Вот этот товарищ Никогда больше ничего не узнает Потому что он от этой категории Не сдвинулся ни на шаг Ну а есть другие тут Молодой человек У вас очень такой Солидный вид Вы должны ответить на этот вопрос Что вы знаете про чистое бытие? Ответьте мне Ну есть Еще что у вас что знаете? А? Не скажу Не скажете? Нет А что вы убираетесь? Что, надо пытки что ли Чтобы вы сказали? То есть он знает, но говорит Не скажу Чувствуете, нет? Он изменил постановку Не то, что он не знает Он знает Но говорит Не скажу А сколько надо денег Чтобы вы сказали? Много А сколько много? Очень много Очень много Это опять туман Очень много Кому очень много Кажется рубль Рубль же еще Очень много Это бесконечное количество Раз В число Раз больше чем ноль Это очень много Дать вам рубль? Давайте Хорошо Сейчас посмотрим Скажет он или нет Вот вам рубль У меня сдачи нет Это вам на будущее На свадьбу Жениться будете Вспомните Мне вот давала Рубль Он за то время Знаете Какой же будет рост? Ой-ой-ой Там будет Так Так что? Есть чистое бытие Есть чистое ничто Нет Такого нет Есть только чистое бытие Есть только чистое бытие Вот вы на него смотрите И рассказывайте Про него Чтобы не получилось Что вы взяли Откуда-то вытащили Как фокус Раз отсюда И зайц у него Потом ору за синюю ленту Так не надо Это не фокусы Вот нам сказали Что надо выводить Но это, дескать Нам совет такой дан Дескать Вы выводите Я-то не буду Ни царева делу Мне выводить А вы выводите А сказала правильно Правильно сказала Ну если покажете Что переходит То переходит А если не покажете Что переходит Так и не переходит Надо это ведь понять Во что она переходит Так, ну Я думаю Что это Можно я тогда скажу Значит Вот мы Внимательно Умственным взором С вами смотрим На что? На чистое бытие На то, что у нас есть Правильно? На чистое бытие И что мы Можем про него сказать? Что оно есть И больше нечего О нем Сказать Ну так? Логично? А раз нечего Мы какую категорию Употребили? Ничто Ну вот Слава Богу Значит вывод Какой? Вы должны сделать Вывод Какой? Чистое бытие Переходит В чистое Ничто Молодец Чувствуете Как она здорово Знает Но что-то не сразу Не выдавалось Она хотела Нас помучить Ну считайте Что вам удалось Нас помучить То есть мы Разглядываем Чистое бытие Внимательно Не прыгаем Не отходим От него Не хватаемся За другие категории Не придумываем Всякие возможности Всякие сложности А просто Смотрим На чистое бытие И в результате Обдумывания Чистого бытия Приходим к мысли О том Что кроме Того Что Оно есть Кроме Прочистое бытие Именно потому Что оно чистое По смыслу По содержанию Этой категории Именно потому Что оно чистое Больше нечего О нем сказать Как и таковой И мы тогда пришли К мысли О чем? О ничто Не мы Дело не в том Что это мы пришли А дело в том Что любой человек Который будет обдумывать К этому приходит Тогда это означает Что это Выведение Что чистое бытие Переходит В ничто Какое? Тоже такое же чистое Потому что оно самое первое И ничего еще Про него не знаем Вывод Чистое бытие Переходит И перешло В чистое Ничто Вывели? Вывели Вот А что теперь нужно делать? Ничего Ну вот Для чего народ Не любит трудиться? Ну надо же Ничего не надо делать Только бы ничего Не делать Я разве вам Трудные задачи даю? Что вам трудно было Изучать чистое бытие? А тут вы как только Пришли к чистому счету Нет Теперь говорит Ничего не буду делать Чистое ничто Чистое ничто Это самый сахар Изучать Вы когда-нибудь в жизни Чистое ничто Обдумывали? Нет Ну так это приятно Вот спросят родители Чем вы там занимаетесь Там на занятиях Вот мы изучали Тут долго Сначала чистое бытие Потом чистое ничто Это говорит Вот это Вот это Для этого и ходите Вы на занятия Чего бы набежало Столько народу Чтобы изучить Чистое ничто Чистое ничто изучают Ну дошли люди Это как старушка Увидела Что продают Коврик для мыши Говорит Ну уж совсем уже Уже Для мыши Уже коврик продают Вот до чего дошли Предприниматели Так вот так и вы Уже ничто изучают Уже нечем больше заняться Кроме как изучать ничто Ну так Что вы знаете Про чистое ничто Что его нет Ну здравствуйте Слушайте Это вообще Я не знаю Это какой-то ужас Только мы его получили Вот оно Мы получили Мы на него глядим А вы говорите Что его нет Это прямо Противоположно тому Что имело место Вот вы были за вывод За то Чтобы выводить категории Как вот выводится Криво Смотришь на категорию Мы же пришли К чистое ничто Или не пришли Как вам не стыдно Говорить что его нет Как вам не стыдно Девушка Ай-яй-яй-яй-яй-яй Мы к нему пришли А вы вдруг Так вот так Берете и заявляете Перед лицом Сей группы Что его нет С таким трудом Пришли к нему А вы говорите Нет чтобы сказать Что вот оно Теперь есть Раз мы к нему пришли Вам в голову Такая мысль Не приходила Что если мы к нему Пришли То оно есть Если я к вам пришел То вы есть или нет Вот я к вам пришел А меня нет Вот это здорово Как это так Если бы вас не было Я бы к вам и не пришел И не подошел Я вот к вам подхожу А вы есть? Ну слава богу Хоть есть такие Которые есть А то у которых есть К ним подхож А меня нет Ну почему Ну смотрите Допустим Я древний грек Что значит допустим Не допустим Вы не древний грек Вы сейчас занимаетесь Изучением чистого ничто И не отвлекайтесь Это называется Дисциплина мысли А когда закончите изучать Можете думать Что вы древний римнин Грек И кто хотите А сейчас вы изучаете Пожалуйста Обдумывайте чисто И не отвлекаетесь На всякие другие вопросы Ну это правильно Да? Ну как А в чем состоит Дисциплина мысли Причем в простых вещах Если вы в простых вещах Запутываетесь Я к сложным Даже приступать не буду Дескать Мы не можем Такие мелочи Простые Мы конфликтологи Мы изучаем И рассматриваем Сложнейшие конфликты Нашей жизни Не поверю Как вы рассматриваете Сложнейшие Если вы запутались В двух соснах Как вы можете Рассматривать конфликты Вас вообще нельзя Допушечный выстрел Допускать До рассмотрения конфликтов Вы там такое накрутите Вы уже умудрились Вот глядит Прямо на чистое ничто Говорит Его нет Что это такое вообще Ну как это так Когда вот вы глядели На чистое бытие У вас Хватило Так сказать Сознание сказать И честно вы признали Что оно есть А теперь Когда вам Вот пока Вот чистое ничто Говорит Его нет Ну это же ложь Ну это же ложь Почему у вас есть Лживые люди В вашей группе Кто староста Вы староста Надо проработать Этот вопрос Ну а правильный ответ Какой Если я рассматриваю Чистое ничто Что первая мысль Которая об этом Если я рассматриваю Если я вас рассматриваю То вы есть или нет Вас нет Я есть Ну так вот Ага Вы так есть А ничто так и нет Себя то вы любите Уважаете А ничто то вы не любите И не уважаете Если я рассматриваю Ничто Я взялся Изучать это ничто Но есть или нет Есть Ну так в чем проблема Вот Вот это говорит о чем О неочищенном Философском мышлении То есть Пока еще Нетренированная голова В этом отношении То есть Первое что надо уметь делать Различать Есть и нет Ну так я рассматриваю Ничто Оно же есть Есть Ну А раз оно есть То что Следующий вывод Какой Какой вывод Из того что Чистое ничто есть Что мы точно знаем О нем Опять мы Не надоело Это уже Мы Я Мы то тут при чем Что вы еще Встаскиваете Мы Мы Кто такие мы Ваша фамилия Иван Еще кто Кроме вас В эту группу входит Врагов философии Кто Мы Я вас про чистое ничто Мы Что вы сейчас выставляете Все время Нет Я не против вас Я Очень к вам хорошо отношусь Но мы сейчас говорим Не о вас А о ничто Или вы что считаете Что вы чистое ничто Ничего себе Все вы сюда Так Так что Что мы Можем сказать Про чистое ничто А Вот Тихо Тихо Зачем это Многословие Зачем Вы тебе Вот Я не знаю Вы наверное Очень способны Я тебе мысли Удержать не могу И вам тоже советую Не хвататься Сразу тебе мысли Если я рассмотрю Значит Только что мы пришли К тому что Чистое ничто есть Ну так эту мысль Надо это фиксировать Раз чистое ничто есть Напишите это И посмотрите Чистое ничто есть Значит чистое ничто Перешло Во что? Насчет чистое Еще подумать надо В бытие Почему? Потому что чистое Было в начале А вот это бытие В которое вы пришли Оно посредствовано Еще Движением От чистого бытия К ничто И от ничто К бытию Нечистая она Типун вам на язык Нельзя уже говорить Что она чистая Значит чистое бытие Перешло Чистое ничто Чистое ничто Мы изучали Ну и что? Я сложную задачу Изучить чистое ничто Ну проще Ну самая простая была Конечно изучить Чистое бытие Вот Значит Чистое ничто Есть А раз оно есть Значит чистое ничто Перешло В чистое бытие Простите В бытие В бытие Да Так он мне на язык Итого Значит что мы получаем Уже у нас цепочка Какая получилась Логическая Начало Чистое бытие Чистое бытие Перешло В чистое ничто А чистое ничто Перешло В бытие А дальше подумаем А дальше подумаем теперь Вот мы на это Смотрим бытие А бытие Это уже Раз чистое бытие Перешло в чистое ничто Даже чистое переходит Это раз чистое переходит То есть То любое бытие Переходит В ничто Значит вот это вот Бытие К которому мы пришли Оно тоже перейдет Переходит Во что уже В ничто Вот в ничто Вот наконец-то Вы наконец вырулили Вышли из болота И пошли по тропинке И навстречу солнце светит Все хорошо Вот Значит Бытие переходит в ничто А ничто В ничто мы знаем Что оно переходит В бытие В бытие Переходит в ничто Ничто Переходит в бытие Что отсюда Какой вывод следует Что это Замкнутая система Что? Что это Замкнутая система Какая система Замкнутая Страшно даже Мне становится Как вы много знаете Вот я ужасный просто Удивительно Как много вы знаете Я прямо весь Умираю от страха Зачем это Такие сложности Зачем Вот вы можете Не добавлять лишних слов Никаких Но это уже простые понятия Бытие Ничто Одно переходит в другое Вот мы уже Выяснили Что чистое Чистое бытие Перешло Чистое ничто Чистое ничто Перешло в бытие А бытие Соответственно В ничто Значит Есть два перехода Бытие переходит в ничто И одновременно И одновременно Ничто переходит В итие Так И то и другое Что тогда мы можем сказать Как это теперь выразить Бесконечное движение Можно Это Нет Это не так Не так просто Вот это вот так просто И не додумаешься Раз у нас Нет вот этого Спокойного чистого Ничто Которое посмотреть Как вот вы Долго могли его разглядывать Некогда его разглядывать Оно уже перешло Только вы взялись Его разглядывать Оно перешло Только вы собрались Рот только открывать И мысль у вас пошла А оно уже перешло Во что? Чистое небытие Да не знаем мы Такого понятия Что вы нам Такое придумываете Здесь Это нам Вот мозг Уже все у нас Застрял Так услышит Какое-то небытие Откуда вы это все взяли? Наверное вы что-то читали Науку логики Куски какие-то Вперед забежали И оттуда Из более сложного Перетаскиваете сюда Где самое простое Мы рассматриваем Значит если у нас Бытие переходит Ничто А ничто Переходит в бытие Могу я теперь удержаться И рассматривать Просто бытие? Могу? Не то что и я Никто не может Почему? Потому что нет Этого спокойного бытия Как было вначале Сначала-то было хорошо Вот я вам говорю Вот что у нас Вначале Быть чистое Бытие О котором Нечего сказать Кроме того Что оно есть Чистое бытие И тишина Спокойствие И мы можем сидеть И долго Значит вот мы с вами Рассматривали Потом оно перешло В ничто Опять долго рассматривали А теперь-то у нас Что есть? У нас есть бытие Переходящее в ничто И ничто Переходящее Бытие У нас нету такого бытия Которое было бытие И все Вот вы сейчас кто? Во что переходите? Вы кто? Вы кто? Я есть Я знаю что вы есть Я спрашиваю вы кто? Я уже не спрашиваю Есть вы или нет Вы человек? Нет Вы куда пришли? Вы сейчас в качестве Кого находитесь? Студент Вот и студент Куда вы переходите? Вне студента Вне студент Правильно А не студент это что? Солдат Да Ну вот да я Вы чем хотите стать? Вы куда вообще поступили? Вы чем? На какое отделение? Конфликтолог Ну так еще и сказать Я тебе Вот я студент-конфликтолог А буду кто? Не знаете? Я студент-конфликтолог Ну как называется Не студент-конфликтолог-то? Конфликтолог Ну конфликтолог Ну конфликтолог А сейчас вы студент Только студент-конфликтолог А будете просто конфликтолог Хуже будет Сейчас вы так солидно смотрите Студент-конфликтолог А будете просто конфликтолог Ничего Не студент А сейчас Ну что вы от него хотите? Он студент-конфликтолог Ничего не знает Ну кое-что знает Этого не знает А тут вы будете просто конфликтолог То есть вы Если сейчас вы ничто Что был ничем То станет Конфликтологом всем Ну Так хорошо же Ну, я спрашиваю, а вы начинаете юлить, что вы все время как вот так вот все? Как-то нет вот такой строгой логики. Вот у Ломоносова есть такое высказывание, что математику затем изучать стоит, что она ум в порядок приводит. Идеалексику тоже изучать стоит, потому что она тем более ум в порядок приводит. Потому что она требует формальной логики, потому что вы должны выводить из того, что следует логически. Но когда вы выводите, вы выводите прямо противоположные утверждения. Одно у нас утверждение, что бытие переходит в ничто, одно движение мы рассматриваем. И это же ничто переходит в предположимое направление, в бытие. Вот Гегель тут пишет, и это вот вывод, который логический, который надо сделать. И сейчас мы обязаны сделать этот вывод, что нет ничто. Уже нет того ничто, которое вы можете держать и смотреть, какое оно. Некогда его рассматривать, оно уже, оно сразу переходит. Как только вы к нему пришли, оно тут же переходит во что? В бытие. А бытие, только я его хочу, дайте я посмотрю на него. Некогда смотреть. Оно перешло в ничто. Нет бытия, нет ничто. А есть лишь что? Что есть? Попробуйте сказать. Движение. Вот, движение перехода бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот это просто констатация того, к чему мы пришли. Просто, вот вы очень хорошо делаете. Вот если бы сейчас был зачет, я бы вам поставил. Вы на зачете мне скажите, Михаилыч, помните, я вам сказал? Вы вспомните, что мы с вами боролись и скажете, нет, нет, мой друг, так не пойдет. Да если человек знает, что такое переход бытия в ничто, а ничто в бытие, движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, как ему не поставить зачет? Ну, сейчас я не могу вам поставить, у меня даже ведомости нет. Это вот сразу, вот если вы что-то не знаете, что такое это самое чистое бытие, вывели и расстреляли. Это можно быстро делать. А за счет этой долгой процедуры попробуй ее получить. Ведомость там, приказ о том, что начинается сессия, как будто не знаем, что она начнется. Так, движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Вы так, вот те, скажем, дома, которые будут над вами насмехаться насчет того, что вы изучали чистое бытие и чистое ничто, говорят, смейтесь, смейтесь, а вот теперь давайте-ка я вам сейчас предложу обдумать движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. И народ ваш домашний посыпется. Наверняка. Потому что они такого не видели и не слыхали. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Придешь и скажешь, слушай, что-то я не очень поняла, помоги мне разобраться. Вот движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Кажется, нет, знаете, идите в университет вашей, занимайтесь вы сами, а мы будем финансировать. Так это надо как-то назвать? Движение. А, вот. То есть, что важно? Важно, что сначала надо получить, а когда оно уже, вот оно, на лицо, вот мы уже видим его, это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто. То есть, мы, вот как нас учили, вот, вот, вы нас учили, что надо все выводить. Мы вот строго делаем, как вы нас учили, выводим, выводим, выводим. Вот вывели, вот теперь можно назвать. Не назвать, потом вывести, а то вы уже несколько раз сказали небытие, это вы такой категории не знаете. Что вы там говорите, о чем вы не знаете? Это как про атомную бомбу вы говорите, мы не знаем, что это такое. Не знаем, что она есть. Ой. А? Не, ничего. Вот, значит, сначала вывести, а потом назвать. Беру пример. Когда вас еще не было, но вы уже были. То есть, когда мама вас носила. Вам имя давали? Да. Да? Бывает такое. А официально вам когда имя дали? Государство как? Государство это не мама. Государство, оно смотрит так. Вот вы придете. Принесите ребеночка. И тогда вот скажите, как его называть. Потому что 10 раз бывает меняют имя. То так назовут, то так спорят родители, бабушки, дедушки. Бабушки, дедушки считают иногда, что они родители, то если они родили, то это не они должны называть, а бабушки и дедушки. Ну, наверное, если вы родите ребенка, наверное, уже есть у вас право его назвать. Правда? Ну вот, но. Это сейчас еще уже могут определять пол, а если еще пол не определили, а они уже спорят. А потом хотели Саша, вышла Маша. Ну, слово Саша хорошее, потому что девочка Саша, мальчик Саша. Давайте Валя возьмем. Девочка Валя, мальчик Валя. Есть же такие, слава хорошая, слава вообще хорошо, это слава, это слава одно. То есть сначала мы находим, сначала появляется, потом называем, потом регистрируем. Только тогда вы зарегистрируете и получаете свидетельство о рождении, там уже записано. Ну, правда, сейчас наши эти бюрократические инстанции пошли гораздо дальше. Вот у вас есть страховой полис? Есть с собой? А у кого-нибудь есть с собой? Да. А вы читали наоборот, что написано? Ну, вы нет, вот эти диалексики, они, логики, они читают. Вам очень будет интересно, а? Что там написано наоборот? Может написано, что вы такая, сякая, растакая? А вы не читали, может это вообще ругательство там какие-нибудь. Сейчас вот нам прочитать. Зачитайте только с расстановкой. Да, вот это да, с расстановкой только. Медленно, громко и хорошо. Страховое свидетельство. Еще бы не хватало, что оно у другого было, так? Страховое свидетельство действительно только при предъявлении паспорта или иного документа. То есть само оно ничего с собой не представляет, а? Да, хорошо, давайте дальше. Подостоверяющего личность. Застрахованное лицо предъявляет страховое свидетельство при приеме на работу по трудовому договору. Дальше. При заключении договора гражданского правового характера. Дальше что? При ветром которого является выполнение работы, оказание услуг или авторского договора. Хорошо. Страховое свидетельство подлежит обмену в случае. О, тише. Вот это громко и с расстановкой. В случае. Подлежит, снова, подлежит чему? Обмену. Изменить. Да, обмену. Да. Изменение анкетных данных, указанных на лицевой стороне страхового свидетельства. Так. Установление неточности или ошибочности, содержащихся в нем сведений. Непригодности для использования. И все. Ну, кто у вас? О, знак. Насква 2016 года. Да. У вас новый свидетельство. Я его постирал, просто получал в прошлом году. Молодец. Да, ты смотри. А, хитро как. Изменение анкетных данных, указанных на лицевой стороне страхового свидетельства. Молодцы. У меня такого нет. У меня интереснее свидетельство. У меня написано, подлежит обмену в случае изменения. Ну, анкетных данных так, у вас так скрыто это все. В случае изменения фамилии, имени, отчества, даты, место рождения и пола застрахованного лица. Это у вас, вот у вас то же самое, только у вас скрыто это все. У меня прямо честно, честно и написано. Все продумали там. Потому что знаем мы этих мужиков. Они хотят с 55 вместе с женщинами пойти на пенсию. Дойдут до 55, потом поменяют пол и на пенсию. А вот эти люди все продумали. У вас тоже такая же надпись? То есть уже поменяли. Поменяли уже текст, да? Не может поменяться, не с переменой. Вот, Елена Вячеславовна, вам не поменяли. Вам такое же, как мне. Смотрите, страховое свидетельство подлежит обмену в случае изменения фамилии. Ну, фамилию можно поменять. Вышли замуж. Хорошо. Имени. Что вы это? Отчество. Да, пора вам отчество поменять. Если папа будет ругать, я говорю, я сейчас пойду отчество поменяю. Если будет что-то скажешь, не то. Так, дату рождения, да, да. Вы как это будете? Сначала будете, что вы сейчас старше. Сейчас вы меняете, что старше, а потом будете менять, чтобы моложе. Как это можно сменить? Место рождения. Место рождения ведь она собирала. Вам? Место рождения собираетесь менять? Нет. Я не знаю, как это может получиться, как поменять место рождения. У меня, например, жена, ей написано место рождения, город Подсдам, Германия. И тогда еще спрашивали, анкеты заполняли. Цель пребывания за границей. С целью рождения. Отец у нее там был в группе войск в Германии, участвовал в битве за Берлин. Так, даты рождения, место рождения или пола. А, или пола у вас. А у меня и. А у вас или, то есть так, на выбор. Ну или или. Вот это вот все поменяйте, или пол только поменяйте. Страхованно лиц. Увели или выбирали. А то нельзя. А еще, а установление неточности или ошибочности, содержащейся в нем сведений, а еще непригодности для использования. Вот, то есть не надо ногой наступать, вот так вот ломать. Ну, то есть это грандиозные такие логические достижения сделали. Наши бюрократические органы. Мы остановимся только одном, что сначала ребенок рождается, потом он его регистрирует, как его зовут. Так же и категории. Вот категории мы уже видим. Движение исчезновения, чистое бытие в чистое ничто, а чистое ничто в чистое бытие. Все видят ее? Все? Так стоп, как это чистое ничто? Да, бытие в ничто, а ничто в бытие. Без всякого чистого. Я проверял. Заметит ли, заметил. Переход бытия. Нет бытия, нет ничто. Есть лишь движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот мы встретились теперь с движением исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Надо назвать? Как называется? Становление. Становление. Вот, то есть, это хорошо, что вы там смотрели, листали. Но тут надо, когда надо называть? Тогда, когда мы уже выловим эту рыбу, тогда мы говорим ерш. А если мы говорим ерш, а он там еще плавает, то тогда это не поджаришь, правильно? Вот. Становление. Вот мы пришли к становлению. Это же очень важно. Ну, конечно, вы еще, как студенты, еще не знаете, как деньги выманивать в государство. Я вам расскажу. Вот на этом уровне изучения мы все с вами знаем. Чистое бытие, чистое ничто и движение. Потом бытие ничто и движение, исчезновение бытия в ничто, ничто в бытие становление. Вот, допустим, затеяли мы с вами. Ну, поскольку мы изучаем, я уже на ухудоке, уже мы много изучали, уже хватит. Надо уже деньги делать. Давайте откроем институт чистого бытия. Солидно же звучит? Ну и попросим финансирования в государство. Новые исследования, молодежь наберем. Меня как доктора наук. Ну, замдиректора по науке. А вас, которые знают, что надо все выводить, директором. Ну, вы сколько попросим денег-то на изучение чистого бытия? Еще никто не изучал. Ну, про Гегеля не все знают. А может, он неправильно изучал. А мы правильно будем изучать. Сколько денег нам надо на год? Много. Много. Сейчас спросим, сколько вы считаете. Много это сколько. Посмотрите, сколько народу голодных. Смотрите, все худые. Финансирование. Один вон был, это много. Это вот вы будете просить, тогда и просить не надо. Это первый год самофинансирования, что ли? Ну, так сколько попросим у государства? Ну, если рассуждать логически, то около миллиона на год. Ну, как миллиона? Это сколько народу? Сколько народу. Ну, знаете, сколько народу. На всех миллион. Да, ну, сейчас несерьезно. Сейчас какой-то жулик там 8 миллиардов набрал в этих, прямо в мешках. У вас сколько тут миллиардов? Нисколько? Миллиардов. У меня на карточке все. На карточке. С вашей карточки давно уже сняли. На карточке. Вот в этом году сняли миллиард. Миллиард с карточек. Да, ну. С СССР. У России, да. Не да, ну. Ну, это заслуживание карточки. У каждого там по 160 рублей. Не, не, не. Сняли с карточек мошенники, миллиард в этом году. Так что карточки хорошо. В чем разница? Это наличное, оно налицо. А этой уже и нет, может, вашего. И банка, может, вашего нет. Вы последний раз когда узнавали, есть ваш банк или нет? А вот СМС-ки шлют иногда. СМС-ки уже жулики шлют. От имени банка, конечно. Сейчас я вам пришлю, дайте телефончик, я вам буду присылать. Ваш счетик в порядке. А там номер один от банка, если присылают банк, то вы по собой номерами. Ну и номер вам такой. Если мы этот банк ограбили, так чего мы не знаем, какой номер там этого банка. А вы что, не знаете, сколько сейчас крупных банков закрылось в последнее время? Это я вам новость какую-нибудь сообщаю. Крупных, крупных. Я уже не говорю раньше, вот мы тут немножко постарше тут присутствуют, товарищи. Был такой Северный банк, прямо там мощный офис около Чернышевской. Нет у того Северного банка. Был импекс-банк, импортно-экспортный банк. Нет у того банка и так далее. Еще не было агентства по страхованию вкладов. Сейчас-то какую-то часть ваших вкладов могут возместить через агентство страхования вкладов. А раньше? А зачем вы туда положили? Вы свободно положили? Сами-сами. Ну так а что пришли? Вы свободны, мы свободны. Вам вам не мешали, и вы нам не мешаете отдыхать. Ну так сколько? Ну что-то мы задержали. Сколько надо денег-то? Сейчас у нас ученый совет идет. Института. Сколько вам денег надо? Она не знает. Ну что, на группу? Почему на группу? За себя отвечай. Весь институт. На вас, на вас сколько надо? Весь институт. Ладно, ну уж не надо так много на чистый бытий-то набирать. Хватит с вас по миллиону. Сколько тут человек-то сидит? Немного. Зачем миллиард? Сколько человек тут сидит? Какой миллиард? Сто миллионов на всех хватит. Ну сто миллионов хватит, все. Не надо там. Бессуарство сейчас бедное, плохо с экономикой. Сто миллионов. Больше миллионов. Обоснуйте. Вам легче всего обосновать. Вы видели, как вы мучились сегодня? Вот это свое мучение, представьте, видишь, что вот туда пошли, сюда пошли. Так размышлять. Так вот так и вот пока не решили. Вы не пишите, что мы уже решили. Вот это то, что мы делали, это надо растянуть на год. Вот то, что мы обсуждали. Понятно, да? Какая история из разряда Стаббольда. Да. Кажется, очень похожая. Вот он, первое, Стаббольдер, это правоозвестник нашей предпринимателей. Нас по молодухой выделили. Да. Значит, на год надо эту музыку растянуть. То есть надо, что надо составить? План работы. Результаты. Какие результаты у нас планируются? Так, кто у нас по научной работе? Я по научной работе. Планируем узнать, во что переходит чистое ничто. Ничего никто не знает. Планируем узнать. Будем заниматься вот всем коллективом выведения. Мы же всем коллективом и занимались. Но только это не надо. Вот так давайте так замедленнее. Замедлим эти действия. Вот если бы еще это записано, вот прокручивайте просто в течение года. Степан Шмидович, вы сможете так делать, чтобы в течение года вот эту лекцию прокручивать? Так, медленно, медленно. И как раз мы на 100 миллионов скребем. И в итоге надо написать отчет. Отчет мы напишем, что в результате тяжелой умственной работы мы к какому выводу пришли? Что? В чистое ничто приходит бытие. О! Нет, в чистое бытие. В чистое ничто. Чистое ничто приходит бытие. А не в чистое? Нет. Как нет? Ну ладно, потом еще будем выяснять, что это за бытие. Правильно, логично. Будем выяснять, что чистое ничто переходит бытие. Второй год. Что мы планируем? Нам и раньше дальше надо. А второй год? Второй год что будем изучать? Ну, ясно, что название института. У нас институт целый год был институт чистого ничто. Красиво, подходишь там, вывеска. Не хуже, чем это в Санкт-Петербургской государственной среде. Вот у нас вывеска висит. Институт чистого ничто. Ну, это круче, чем просто философский институт философии. Ерунда какая-то. Институт философии. Ну, что это такое? Вот, институт чистого ничто. Народ будет смотреть, иностранцы приедут. Ну, на второй год какой у нас будет программа? Программа у нас будет изучить бытие. Первые результаты будут примерно на первое полугодие. Я думаю, что мы выясним, что это, во-первых, бытие чистое. Правильно? Ну, а второе полугодие мы покажем, что чистое бытие переходит в ничто. Нет, оно переходит, что, во-первых, оно нечистое уже. Нет, это чистое. Нет, оно переходит в ничто, да? В ничто. Потому что... В ничто или в чистое ничто? Чистое ничто еще переходит. В чистое ничто. Бытие переходит в чистое ничто. Мы выясним, что бытие чистое, и что оно переходит в чистое ничто. Вот это второй год. Еще. Сколько мы тут миллионов брали? Сто? Еще сто миллионов. Но вот уж когда начнется движение, исчезновение бытия, это будет, мы наш институт снимаем, вывеску вешаем, институт чистого бытия, нет, или институт бытия, институт бытия. Хорошо? Вот рядом у нас какая кафедра? Вот, вот быстрый мозг, онтология, это как раз чистое бытие есть, они вот так и существуют, они изучают бытие, онтологи это люди, которые изучают бытие, а мы еще круче, у нас институт будет, бытие, институт бытия, всем интересно, как мы изучаем бытие, и нам самим интересно, и полезно, и доходно. Так, третий год, ну к концу года что мы выяснили с вами? Что чистое, что во-первых, ничто чистое, оно переходит уже бытие, а бытие переходит в ничто, но это мы потом будем изучать, и в итоге это будет становление. Ну давайте напишем на третий, третий год какой, институт становления, ну тут надо уже 200 просить, миллионов, справимся? 200 миллионов истратить, справимся? Да. А то, если мы не справимся, там остатки будут, нас ругать будут. Это сложная же задача, движение, исчезновение, бытие в ничто, ничто в бытии. Вот, допустим, приходит, что это у вас тут изучается, институт становления? Мы изучаем. Движение, исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии. Это вы будете говорить, вы директор. Ну, все, а чтобы вас так не спрашивали, вы будете секретарем у нее сидеть. Что вы спрашиваете? Ну, что вы спрашиваете? Вам еще надо изучить, что такое простое бытие, а потом приходите. Это и вы должны вот тот отчет почитать, это, работы наши. Вот мы на какой уже уровне с вами. А вы вот не знали, кто вы такой. Я вам сообщил, что вы студент. Вы рады, теперь узнали? Хорошо. И будьте конфликтологом? Я тоже очень. А теперь как про вас теперь сказать? Если мы уже знаем такую категорию, как становление. Вы сейчас кто? Я конфликтолог становления. Вот, вот, учитесь. Конфликтолог становления. Это же не просто так. Все студент, студент, как будто вам холодно. Или студент из вас делает. Что вы такой студент? А вот я конфликтолог в становлении. Вот придите, Александр Иванович. Вы, Александр Иванович, просто конфликтолог, а я конфликтолог в становлении. Это же хорошо. Что теперь нам надо делать? Вот теперь нам надо понять, что становление – это самая простая категория, описывающая движение. Правильно? Вы знали ее, эту категорию движения, становление? Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Вот это движение исчезновения бытия – ничто, а ничто в бытии называется становление. К чему применима эта категория? К чему? Ко всему. Ко всему. Это всеобщая категория. Самое простое понимание движения. Движение как становление мы рассмотрели. Пока. Движение как становление. Ну, мы-то слышали с вами, когда разговаривают люди о диалектике, говорят, что все течет, все изменяется, да, об изменении. А до изменения нам шагать и шагать. А это лишь движение как становление. И вот давайте мы это вот движение как становление осознаем и скажем, к чему оно применяется. То есть вот, во-первых, мы к себе уже применили. Здесь все присутствующие находятся в процессе становления. Все конфликтологи в становлении. Дальше. Можно сказать, что вы будете трудящимися, а сейчас вы учащиеся. Что такое учащиеся? Это трудящиеся в становлении. Так? Вот. А вы там сказали, что вы уже там солдаты пойдете, военные. Сказали, да? У вас военная кафедра есть? Нет. Нету? Если меня отчислят, я пойду. А? Если меня отчислят, то придется идти. То есть у вас военной кафедры нету, да? Есть. Есть? Да. Какое вам дадут звание по окончании? Не знаю. А что вы не интересны? Это в 2 курсе будет коротко у нас. Ну и что? Узнали, спросите. Вон сейчас 30 студентов 2 курса и спросите, какое звание дадут. У меня какое звание, как вы думаете? Военное. Военное. Что за звание военное? Лейтенант дадут. Это, по-моему, лейтенант дают после... Вот нам давали? Вот нам давали. А военная кафедра, знаете, где была? Вот там, на третьем этаже. Там, где историки сейчас гнездятся, вот там как раз была военная кафедра. Нам давали младшего лейтенанта по окончании. Два раза на сборах были. Два раза ездили на один месяц. И сразу два раза на один месяц съездишь, и дают те звания офицера, младший лейтенант. А сейчас на один месяц ездят? А потом уже, вот тот знает, что такое становление, чистое бытие, чистое, не что, лекции читать. Вот я лекции читал, у меня в разные военкоматы приглашали, я как прочитаю лекции, они спрашивают, а какое у вас звание? Говорю, младший лейтенант. Они говорят, странно. Проходит две недели, приходит бумага. Уважаемый Михаил Влачев, это от комиссара, от комиссариата. Поздравляю вас с присвоением очередного звания лейтенанта. Лейтенант. Сейчас сразу лейтенанта дают, без этого ничего не надо делать. А мне дали, вот я. А потом я дальше пошел читать лекции. Другой меня пригласили в военкомат, в Кировске, а я в Выборгском читал. Прочитал им лекцию про соревнования с СССР и США, про темпы роста, они послушали, похлопали. Михаил Влачев, какое у вас звание? Я так гордо говорю, лейтенант. Странно. Через две недели приходит открытка. Уважаемый Михаил Васильевич, поздравляю вас. С присвоением очередного звания лейтенанта. Потом на сбору я поехал, там лекции читал. Стрелять давали мне из пистолета, я ни разу не попал. Мне, как читавшему лекции, еще дали патроны, я еще раз не попал. Третий раз дали, пошли навстречу, я еще раз. Но из автомата я попал на полтора километра, там сразу упал, то, что стоял. А из пистолета так и не попал. Он так посмотрел на меня, говорит, ладно, Михаил Васильевич, иди читайте лекции. Короче говоря, проходит какое-то время, приходит бумага. Уважаемый Михаил Васильевич, поздравляем вас с присвоением очередного звания капитана. Вот я капитан. Еще из всего нашего потока, еще один был человек капитан. Не знаю, за какие он заслуги, я вот знаю, за что я получил капитана. Не за стрельбу. У вас какое звание, Степан Степанович? Старший лейтенант. Старший лейтенант, слушайте мою команду, я капитан же? Ну, уже запаса, так что у нас так только шутят. Так что учите диалектику. И будете не просто лейтенант, капитаном будете. Красота. Я же объяснил, что это везде применимо, везде. Во всем. Ум-то везде надо прилагать, правда? Ну вот. Вот таким образом мы с вами знаем уже все такое становление. И про все, что рождается, возникает. В становлении теперь давайте поизучаем его, это становление. Мы еще же не изучали его, только назвали. Давайте изучать. Вот мы увидели в нем два противоположных движения. Вы увидели в нем два противоположных движения? Какие? Чистое ничто переходит. Да, чистое ничто переходит в бытие. Чистое уберите уже, все. Хорошо. Бытие переходит в ничто, и ничто переходит в бытие. Надо название дать. Вот эти вот противоположные движения, как назвать? Противоположные движения в одном движении называются моментами. Противоположные движения в одном движении, это моменты. Вот у вас сейчас в душе может идти такая внутренняя борьба. Пойти в буфет, не пойти в буфет. Пойти в буфет, не пойти в буфет. Это что такое? Это, во-первых, вы находитесь в процессе становления. Это кажется, что вы там записываете, а в душе эта борьба-то идет. Пойти не пойти. И вот надо название дать этим моментам. То есть моменты это не путать с частями, элементами. Вот люди, которые не знают диалектики, у них это все грубое такое. Вот эти системологи, которые строят не диалектическую систему, а эта система хороша, ну, знаете, для каких конструкций. Прежде чем залить бетоном, делает металлические конструкции, и потом заливает. Получается железобетон. Или структура, допустим, каких-то кристаллов, кристаллическая решетка, тоже так, все прочее. Хотя мы знаем, что если кристалл нагреть, там двигаются молекулы на самом деле. Только кажется, что там ничего не двигается. Все это подвижно. Ну вот, они как рассматривают? Есть элементы, есть структура, есть внешняя среда, есть внутренняя среда, и все. Никаких противоречий нет. Никакого движения нет. Мертвичина. Про это Энгель говорит, что вот части, берут части, куски, элементы. Энгель говорит, что части лишь у трупа. Это важная наука, вот, резать трупы? Важная. Важная. Вот если вы пойдете в больницу, вы что предпочтете, чтобы вам оперировал хирург, который на трупах сначала тренировался, или вот на вас первый будет тренироваться? Разрежутся, потом скажут, слушай, где у него там эта середенка-то, не знаешь? А вот там разрежу, вот она, наверное, там. Лучше пусть он сначала там потолируется на трупах. Поэтому это для медиков очень важно. Мы приветствуем, так сказать, эту работу в анатомическом театре. Но не должно быть же трупный анализ у нас в общественном, когда мы изучаем общественное движение там. Конфликты вы мертвые, конфликты будете? Или живые изучать? Ну, слава богу, живые. Вот мы уже как-то настраиваемся, что будем изучать движение, живое, а не мертвое. Не мертвую чину. Вот это вот мало кто знает, что это моменты. Потому что частями это не назовешь, правда? Встречные движения. В душе мотивы борются противоположные. За это или против этого. Когда вы решаете. Чем отличается решительный человек от нерешительного? Как вы думаете? Или нерешительный, отрешительный? Что, нерешительный никогда не решает ничего? Решает. Только у нерешительного. У решительного человека так. Он думает так. Сюда 51%, сюда 49%. Сюда. Как только он решил, он считает, что это 99% он правильно решил. А то, что он вот колебался, там 49%, это теперь 1%. То есть решительный человек не возвращается к этому. Решил, все делаем, больше же не возвращаемся. А нерешительный. Он тоже так же. Сюда 51%, сюда 40%. Тут колеблется, тут, да, как решать, тут, да, это, не, вот это. Решил. Только он решил. Сделал так, да, у него так склонилась мысль. 51%. Потом, зачем же я дурак так сделал? И начинает думать, надо было не так делать. И мучиться, и мучиться. Тот уже все делает, а тот и мучиться, и мучиться. Вот, ехали люди. Вы пришли на лекцию и пришли. Он говорит, зачем я на нее пришла? Ну, что я узнал про чистое ничто? И здесь вот ерунду такую рассказывают, про чистое ничто изображают, что это философия, у них наука такая. Из-за этого профессора дает, с ума сошли. Что творят? Сейчас пойду родителям расскажу, пусть посмеются. Все у нас делается. И вот начинают тогда думать, а все равно решают. То есть противоположные движения в одном движении, вот, это моменты, не элементы. И мало кто это употребляет. Где еще такое понятие из физики? Помните, было плечо умножить на длину? Сейчас все на силу. Да, плечо, вот это вот, на силу. Плечо на силу будет момент в физике. То есть можно сделать вот это плечо короче, тогда силу надо больше. А можно силу меньше, но плечо длиннее. Это когда нужно что-нибудь приподнять, что берут? Длинное бревно. Но плечо большое, здесь нажмут, и там поднимают, потому что включаются силы больше. А момент, вот он, произведение. А для этого произведения, для величины произведения безразлично, что больше, что меньше. Важно, чтобы общая величина была этого момента высокой. Моменты. Вот мы уже знаем, моменты. Такого мы не знали. Становление мы нашли. Вроде какая простая, она уже не простая. Почему не простая? У нее две стороны есть. Она сложная? Она сложена из двух простых. Из каких? Да не просто из бытия и ничто. Они не просто сложены. Не так их положили рядом. Они друг в друга переходят. Это уже не такое сложение, как из кубиков. Это диалектическое уже сложение. Это как вы нас учили, выведение. Мы же вывели это дело. Вы к этому нас призвали? Выводить. А что такие грустные? Мы стали делать, а вы опять недовольны. Непонятно. Что делали дальше? Я думаю, сейчас у вас счастье будет, что мы начали выводить. Но вы счастливы или несчастливы? Я счастлива. Вот. Видите, говорит счастлива, а на лице грусти. Это моменты. Противоположные моменты одновременно. Так. Это вы просто несчастливы, что я вам такие вопросы задаю. А вы бы спросили меня. А вы счастливы, Михаил Васильевич, что вы ко мне все время такие вопросы задаете нехорошие? То есть, и у вас счастье, да? От этого счастья, что же у вас? Надо этих ставить на место преподавателей. Говорят, мы тут граждане России вообще. Вы с кем имеете дело? Это мы студенты становления. А граждане мы 14 лет. Вы с гражданами России разговариваете. Как вы разговариваете, товарищ профессор? Вот так вот ко мне надо обращаться. Правильно? Вы там не давайте, чтобы не баловали этим преподавателем. А то они переходят всякие границы. Чуштой и ректору письмецов. Да. Тут же сразу их сфотографировать можно. Все, и записать. Мы тоже записываем. Все это строго документировано. И сразу разобрать. Так. Ну так, в теории, это два противоположных движения. Надо же назвать. Разные движения. Одно дело бытие в ничто, а другое ничто в бытие. Согласитесь, что это безымянные ходят. Они уже родились у нас. Смотрите, сколько мы о них говорим, об этих переходах бытия. Один момент, переход бытия в ничто, а другой переход ничто в бытие. Как назовем? Есть предложение? Бытие в ничто. Как переход вы назовете? Что не хотите? Вот, родился уже у нас. Ребенок этот. Переход бытия в ничто. Логический такой ребенок. Вы как назовете его? Отрицательный переход. Что значит отрицательный переход? Какие-то страшные у вас названия. Значит, вот я хочу вам сказать, что додуматься до этого очень трудно. Потому что он не у нас родился, он в Гегеле родился. Значит, надо к родителю обращаться. Тут мы открываем книжку, тут это не выведешь. Название не выведешь. Вас как зовут по имени? Анастасия. Анастасия. Правильно, что эти выведения? Я вот как бы не думал, хорошее имя, но его вывести невозможно. Ну, да. Невозможно. То есть, сколько бы я тут не думал, и может, я бы академиком был, но все равно бы я не придумал, как вас зовут. Это надо спросить. Вот я спросил, долго крепился, а потом спросил, и вы мне сказали, как зовут Анастасия. Это невозможно вывести. Так же и категории. Давайте спросим у Гегеля. А? Давайте спросим у Гегеля. А вот у Гегеля и спросим. Открываем и сразу находим, что переход бытия ничто называется прихождение. Прихождение. Все приходящее, да? Все приходящее. Всякое бытие переходит в ничто. Есть какое-нибудь бытие, которое не переходит в ничто. Раз оно переходит в ничто, вот это прихождение, процесс. Вот это движение перехода в ничто, переход бытия в ничто, называется прихождением. Немножко такое староватое слово, да? Бытие. Все приходящее. Зато можно быть, вот представьте себе, что я это не я, а я старец. И живу я где в пустыне. А вы по старому законству... Можно. Люди, которые не диалектики, начали бы ругать, что как это вы опоздали, почему вы поздно пришли. Я тоже почему не пришла. А? Это потому что... Потому что они не диалектики, а диалектики, что говорят. Вот вы вот там взяли и пришли, а человек боролся, прийти, не прийти, не прийти, 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 прийти. Осталось 20 минут, и он пришел. Что нужно сделать в таком случае, если он победил в этой войне? Поздравить человека с победой. Порадоваться. А не так, что вот пришел, скажет, как это вы вот опоздали, да как это что, я вас поздравляю. Желаю и дальше бороться успешно. В следующий раз уже не за 20 минут до окончания, за 25 приходите. И так постепенно, в течение трех, четырех, пяти лекций, может быть, вы дойдете и до начала. Мало ли какие у человека проблемы. Могут быть сложные проблемы, я же не спрашиваю, он же мне не говорит. Значит, вы видите, человек серьезный, значит, что-то серьезное было. А что, он обязан всем первому встречному преподавателю говорить, какие у него серьезные проблемы? Не обязан. Диалектика могучая наука. А то, видите, опоздал человек. Ну и что? Мало ли все бывает. Может, он в другом успел. Он потом, может, кому-то и скажет. А не так вот каждому, кто спросит. Короче говоря, вот прихождение, приходящее. Так вот, пошел я в пустыню и буду я там старцем. И что я знаю? Для этого знать надо только что одну категорию, прихождение. А вы летом приезжаете ко мне, а у меня там мед. А у меня там грибы, варенье. И вот вы приходите и рассказываете. Стипендию так и не повышают. А при этом реальное содержание стипендий постоянно снижается, потому что цены растут. Не говоря уже о том, что еще и тарифы растут там на все. Да и карточка, она тоже все дороже и дороже. А что я вам отвечу, как человек мудрый, как старец, что я должен сказать? Это все приходящее. Я вам все это сказал, что все это приходящее. Но вы обрадовались и поехали домой. И в следующем году опять ко мне приезжаете и рассказываете. Михалыч, точно, говорит, стипендию повысили на 5 рублей. Повысили. Цены теперь не на 14% падают, а всего на 3%. Растут, растут. А реальное содержание уже не так быстро падает. И так вы все это так подали, как праздничное. И так у нас, говорит, хорошо стало, все стало лучше. А что я говорю? Особенно сейчас выборы. Во время выборов кто-нибудь будет ухудшать положение? Как вы думаете? Только дураки и противники вообще нашего государства будут ухудшать сейчас. Поэтому все стало лучше. И что я вам ответил? А мне ничего и не надо больше знать. Я одну категорию выучил. Вы на нее и попали как раз. Больше ничего и не надо знать. Зря они тут сидели. Вы попали, то, что надо знать. А это все то, что предыдущее можно вообще не знать. А я вам говорю, а все приходящее. То, что вас порадовало. Это все приходящее. Вы погрустнели и поехали домой. И все. Вот какая категория. Из-за нее уже можно прослыть мудрецом, если знаешь только одну категорию. Прихождение. Только не перехождение, как некоторые говорят. Или не прихождение, что я сюда пришел. Это у вас прихождение. А мы говорим о прехождении. Причем я уже много раз видел, когда люди начинают писать. Сразу видно, что они не понимают, о чем говорят. Прихождение. Все приходящее. Вот у вас эта ручка есть, да? Которую вы пишете. Так она надолго у вас, эта ручка-то? Не надолго. Вы же знаете, выбросите ее скоро. Ну и выбросите сразу. Вон у вас другая есть. А тетрадка что? Не закончите вы свою тетрадку? Закончите. Так она тоже приходящая. А стол? Все так вот, вечно здесь был стол. Вы что, не знаете, что потом с этими столами будет? Потом в один прекрасный момент выберут, выкинут их. Потому что они будут уже старые и грязные. А сейчас что-то так покрывает, ничего даже написать нельзя толком. Раньше столов, хорошие были столы. Видно было, какие были студенты, о чем они думали. А сейчас вот не знаю, что такое. Скоро стеклянные сделают. Вообще просто какой-то ужас по отношению к студентам. Потому что они ничего. А на стекле, если что-нибудь напишут, возьмут, потом сотрут. Ничего, есть. Знаете, что стекло берет? Алмаз. Стеклорезы, алмазы. И писать там на столе. Все приходящее. Нет таких материалов, которые нельзя испортить. Что-нибудь есть? Кто-нибудь может что-нибудь найти, что не приходящее? Мы начнем с меня. С вас не будем трогать пока. Я вот такую должен вам с прискорием сообщить, что, как и другие люди, кроме вас, как и другие люди, я смертен. И через некоторое время я буду избавлен от необходимости ходить в магазин, там, что-то читать, потом сдавать, отчеты подавать, там, и прочее, всякую чепуху. Причем это без особенных усилий с моей стороны. Вы, то есть, сейчас молодой человек, а будете просто человек. Это тоже без усилий с вашей стороны будет, да? Это приходящее, что вы молодой человек. А будете человеком, это хорошо же, да? А зрелый человек, это тоже приходящее. А куда это все движется? А движется к тому, что будете пожилой. А что такое пожилой? Вот я пожилой. Это что значит? Это значит, что я уже пожил. А вы неизвестно, поживете или нет, до этого возраста. Вы доживете до моего или нет? Вы знаете, знаете, какая обстановка? Очень безопасно. Поэтому у меня сейчас такой запас, выигрыш, по сравнению с вами. А вы пойдете какой-нибудь селфи делать сейчас с крыши? Не залезайте на 23 этап. Ладно? Тогда мы еще с вами побеседуем на зачете. Мы же читаем, видим. Видели, в метро оборудовали поезда, чтобы между вагонами стоит вот такая вот. Заграждение, чтобы туда люди, дети туда не залезали. Потому что сколько уже их погибло в метро? Ну, вот такая, что кожина там. Чтобы туда не залезешь между вагонами. Такая вот штука сделана. Это сколько денег надо было потратить, оборудовать все поезда метро. Специально противозалезаемостью обеспечить эти все вагоны. Хотя был и довольно старинный опыт. Мне рассказывал мой дед, что вот после гражданской войны они ездили на крышах. На поездах. На крышах. Ну, я так надо ехать, знать, как надо ехать на поездах. Один взял, вот-то голову поднял, а провод был на большой скорости. Раз, и голова так и отлетела. Не надо ездить на крышах поездах. А если будете ехать на крышах, то не надо поднимать так высоко, гордо голову. Потому что она гордой так и отлетит. Все приходящее. Пожилые еще и другой имеет смысл пожилые. Но вы уже пожили, дайте нам-то пожить. Что-то тут и другой смысл. Все это связано с категорией прихождения. К чему она применена? К чему? Вот у вас стоит вот бутылка. Ну, вы же понимаете, что скоро кончится ваша вода. Вы подумали, что она будет новую покупать? А деньги у вас есть, у вас рубль попросите у товарища. А он будет проценты брать. И у вас скоро будет, знаете, каждый, кто будет покупать что-нибудь, вы берите этот рубль, ну, 15 копеек отдавайте ему. И все будет хорошо. А мы потом с вами пойдем в буфет. На вырученные деньги что-нибудь купим. Так, ну, обратное. Значит, с прихождением более-менее ясно. Есть что-нибудь неприходящее? Есть. То, что выходит. Истина, она неприходящая. Есть. Ну, истина, она так вот, она развивается, развивается. Нас не будет, а истина останется. Вроде как истина нам должна служить себя. Получается, что мы служим истине. Да? Или человечество, оно приходящее или неприходящее. Вот человечество из чего состоит? Из конечных людей и смертных. А вы осознаете, что вы бессмертные и вечные? Как нет? У вас сущность какая? Это я сразу скакнул в книгу вторую, учение о сущности. Сущность у вас какая? Вот бытие у вас, вы про бытие говорили, бытие у вас какое? Вы животное или растение? Выбирайте. Животное. А сущность у вас животное? Нет. А какая у вас сущность? Вы знаете, что она не животное, а какая у вас сущность? Социальная. Какая? Социальная, совершенно правильно. То есть общественная сущность. Сущность человека в общественных отношениях. А общество бесконечно и вечно. То есть вы по природе своей, по сущности, вы бесконечно и вечно. Так это хорошо. И то, что вы сделаете, навсегда останется человечеству. Так, из этого, собственно, из этих деяний и созидается, так сказать, памятник человечеству. И человечество в этом смысле бесконечно и вечно. А кто вот не просто талантлив, а продвинул человечество вперед, как называется? Гений. Как? Гений. Гений. Вы еще не знаете, вы гений или нет? И я еще не знаю. Но если что, вы потом скажете, что вы у меня учились, если будете гением. Хорошо? Хорошо. А то у меня вот это учился, этот самый министр финансового бывший. Может, его в тюрьму посадят и меня привлекут. За то, что он увез наши деньги в Америку под 2%. Кудрин. Как раз вот здесь у нас экономический факультет был. Только не вот здесь философский, была за углом экономический. И кафедра политэкономии была вот там, где деканат. Так, ну давайте другое изучим. Осталось мало времени. Противоположное движение какое? Жизнеутверждающее. Не было и стало. Да? Переход ничто в бытие. Как вы назовете? Да этого не надо. Я вам сказать, как Гегель, так и я. Он же отец диалектики. А как Гегель называл? Кто скажет? Переход ничто в бытие. Отрица. Чего? Не знаю. Ну вот. А что вы то? Значит, как умирание вы знаете, а как рождение вы не знаете. Странно. Что такое у вас настрой такой какой-то наулы? Или пессимистический? Это жизнеутверждающий же настрой, из ничто в бытие. Вот он был ничто, как конфликтолог, а сейчас он уже в становлении будет конфликтолог просто. Да? Да. И вы не знаете. Может, вы потому и задержали, что вы изучали этот вопрос. Как называть вот этот переход ничто в бытие? Ничто в бытие? Да. Я знаю, как из бытия в ничто. А, это мы сами знаем. Он подслушивал, он стоял и подслушивал, что мы тут говорили. А мы думаем, он придет нас и просветит. Ничего он не просветил. Ну, Гегель нас просветил. Ну, переход ничто в бытие называется возникновением. Это вас я удивил? Не удивил, правильно? А вы всегда так и говорили. Вот в этом и красота, между прочим, диалексики, что она без нужды не придумывает какие-то там сложные понятия, а использует понятия языка, которые в данном случае именно применимы. Возникновение. Ну, не было и стало, а возникло. Правильно? Что может возникнуть? Человек возник. Река может возникнуть, там, где не было реки. Но может и война возникнуть. Революция может возникнуть. Это крупные конфликты, да? Такие очень крупные. Самые крупные конфликты войны и революции. Кто-нибудь знает, что такое война? А то я говорю, война, а может кто-нибудь и не знает. А может никто и не знает. Продолжение политики другими средствами. Может была политика улучшения вашей жизни. А теперь другими средствами, значит, войну для этого проявили. Это как же так? Что вы это определение, думаете, войны? Нет, я не знаю, что есть такое. Это не определение войны. А кто-нибудь знает, что такое война? Дескать, не приставайте к нам, мы конфликтологи. Это слишком крупный конфликт, чтобы мы могли ответить на него. Я думал, наоборот, если начинающие конфликтологи, они мелкие конфликты еще не знают, а крупные-то уж такие, как война, знают. Не правильно я рассуждаю? Так может от простого. Так это самое простое есть, крупный конфликт. Проще не надо. Все про него слышали, все знают. Есть такие люди, которые не слышали слова война? Нету таких людей. Вот вы можете сказать, что такое война? Это конфликт? Ну, да какой конфликт называется войной? Вооруженный. Вооруженный. То есть, если я сейчас зайду с пистолетом и застрелю его, а он меня с шашкой будет встречать. Это будет война у нас. Ну, если семья объявит вендетту, то да, там может быть война. Если что? Ну, семья объявит вендетту и начнется там. Если семья, то уже будет война? Да. Нет, так не получится. Это у вас конфликты мелкие, семейные. Разборки это называется. Стрелка. Стрелка, может быть. Вот мы с ним решили пойти. Вот на стрелку я в него стреляю, он в меня стреляет. Кто кого перестреляет? Вооруженные. Мы вооруженные пришли. У нас крупные. Мы 15 человек. Он собрал 20, я 30. Международные обязательно. А что, гражданских войн не бывает? Вопрос к массовости. Массовые? Ну, и как тогда сказать? Что значит массовые? Сколько вам надо? Миллионы обязательно. А если не миллионы, а сотни тысяч? Это уже не война? Ну, это массовые, в зависимости от... Может, княжество Монако объявило войну в Швейцарии? Там миллионов нету в княжестве Монако. Но это мы забежали вперед. Явно. Потому что война, это действительно очень крупный конфликт. Это вооруженная борьба. Наций, классов или государства. Если наций, то национальная война. Если это классов, то это гражданская война. Если государство, то обычная война. Вооруженный конфликт. Классов, наций или государств. Гражданские войны, национальные войны, обычные войны. Так, значит еще раз возвращаемся Второй момент называется возникновение Не было и стало Возникло государство, что до этого было? Не было этого государства Раз не было, оно изничтожить Не было этого государства и стало Советский Союз возник? Возник А потом произошло прихождение Советского Союза Он развалился, это какая-то глупость Это что, какая-то упаковка такая, которая на солнце сама разваливается Советский Союз сам развалился Во-первых, создавали его в 18 лет, до середины 30-х годов создавали. Это был этап становления, возникновения Советского Союза. Имеется возникновение социализма, если брать уже его. Мы брали его не просто, что он оформлен и заключен договор, а вот он возник как крупная держава, социалистическая и так далее. А этап прихождения сколько был? С 61-го года по 91-й, 30 лет. То есть такая борьба. Очень сильная борьба шла и война. Войны не было. Значит, борьба была. Прихождение без войны. А борьба была и внутренняя, и внешняя. И бывает такое в международной политике или во внутренней политике, что-нибудь было без борьбы. Без борьбы что-нибудь есть? Есть что-нибудь, что не содержало бы в себе становления? Нет ничего такого. Мы же изучаем с вами всеобщую категорию. Вот эта категория и переход ничтого бытия – это возникновение, а противоположное – прихождение. Теперь какой вывод у нас? Значит, становление есть. Единство возникновения и прихождение. Это вот когда мы будем с вами отчет делать нашего института. Вот наш итоговый результат, который мы получили за три года. Съели мы с вами сначала 200 миллионов за два года, а потом еще 200 запросили, потому что тут две стороны сразу. 400 миллионов мы пришли к результату, к результату, что в становлении есть единство возникновения и прихождение. А если припрятать науку логики и больше никому не показывать, то тогда наш результат можно выдать за новый, научный результат. Поэтому надо скупать, скупать эти самые новые логики, прятать, стирать, если что-то есть в интернете, какие-то записи, убирать. А то иначе скажут, что мы плагиатов. Содрались, гигели и получили 400 миллионов. И в нас всех потянут. Меня за подстрекательство, а ее как директора надолго посадят. А мы будем передачу ей носить. Она скажет, я пострадал за диалектику. Это даже почетно. Вы пострадали за диалектику? Нет. У нас есть люди, которые пострадали. Даже я вот ее ругал, уже это тоже страдание. Так. Ну, мы... У нас, как вы считаете, лекция, она приходящая или нет? Докладываю, она пришла. Все. До следующего раза. Спасибо. hybrid. Мы следуем. Давай. Продолжение следует...